Ну, станция утонула. Снять пришлось. Сейчас без воды сидим. Хочу её и вон сколько. В подполе воды уже на полтора метра. Подошла, говорит Василий, за несколько часов. И она всё прибывает. Ещё каких-то 50 сантиметров и начнёт заливать дом. Все припасы успели вытащить загодя, наученные житейским опытом. По чуть-чуть подтапливая частенько. Но то, что Енисей поднимется так высоко и быстро, местные не ожидали. Такой большой воды здесь не было лет пять. Позавчера она ещё не критична была. Ну и, видимо, не сразу она через подземные воды проходит в подполе. То есть она постепенно всё равно. У меня даже картофельная бетонная, полностью бетонная, с гидроизоляцией, и всё равно просачивается вода. Поэтому тоже пришлось оттуда всё выгребать. Промыла дамбу вчера вечером. Я пока ездил за машиной, за грузовой, чтобы мебель вывезти. И вообще прям приехали, уже всё моментально затопило, ничего не успели. Скотину только успел спасти и всё. Зимнее наводнение пришло в стрелку накануне. Енисей начал выходить из берегов из-за формирования кромки ледостава. И быстро стал выше почти на метр. Этой ночью достиг максимальной отметки 841 сантиметр. И уровень реки сильно колеблется. Вода то падает на 20 сантиметров, то настолько же вновь поднимается. В зоне Риска 13 домов. Участки уже затопило. На двух из них подмочило и хозяйственные постройки. Мы пока оцениваем зону Риска, именно эти 13 приусадебных участков, потому что они находятся именно в той зоне, докуда вода может дойти. Потому что максимальный, ну как у нас есть информация, уровень, который когда-либо поднимался при таких условиях, при формировании кромки ледостава, 1150. Вот критический уровень, когда начинается, я об этом уже сказал, подтопление живых домов, когда 13 домов будет подтоплено, это 908-910. Ситуация в посёлке под контролем губернатора Александра Уса. Он поручил правительству края обеспечить безопасность людей. Сюда из Енисейска и Лисосибирска прибыли краевые специалисты. К ним подключились и сотрудники МЧС. Они помогают жителям, чьи участки оказали в зоне Риска, эвакуировать домашний скот, перевести сеные ценные вещи. Несколько дней жители Стрелки были оторваны от мира. Теплоход отменили из-за ледостава. Сейчас удалось возобновить перевозку пассажиров через Енисей. Ледостав там потихоньку идёт. И есть возможность использовать так называемые суда на воздушной подушке. Одно уже судно, оно приведено в готовность и будет сегодня поставлено на ход. И второе судно на воздушной подушке СВП будет работать уже с завтрашнего дня. В посёлке развернут пункт временного размещения. Он рассчитан на 67 человек. Эту ночь там провели двое взрослых и четверо детей. Пока вводить режим ЧС Стрелки не планируют, но всё может измениться в любой момент. Анастасия Тили, Андрей Давыдов и Динар Салимов. Енисей. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О том, что посёлок Стрелка в этом году не избежал зимнего наводнения. Можно судить сразу же по прибытию вот рядом с причалом. Видите, здесь катер, а здесь домик, в котором обычно ожидают прибытие этого катера. И всё это полностью находится в воде. Но, к сожалению, стихия на этом не ограничилась. И в самом посёлке очень сильно пострадала одна из прибрежных улиц, расположенная вдоль протоки. У многих жителей там вода прямо в подпольях. Они были вынуждены доставать оттуда продукты питания, картошку, заготовки, которые приготовили на зиму. Особенно сильно пострадало два домовладения. И люди, некоторые, правда, со слезами на глазах рассказывали, как спасали свою жирность домашнюю, свои машины. Женщина рассказывала, как спасала своих куриц. И, конечно, для жителей это большой ущерб, большой урон. Связано это всё, конечно, прежде всего с тем, что ледостав на Енисей до сих пор ещё не установился. Его кромка находится севернее посёлка Стрелка. И пока она не пройдёт, не сместится дальше на юг, скорее всего, такие колебания воды и будут продолжаться. Мы продолжаем следить за развитием событий. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok